Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, и это 10 юбилейный выпуск разоблачения фейков в пабге. Но перед тем как мы начнем, хотел бы еще раз сказать вам спасибо за 500 тысяч подписчиков. Это очень большая цифра, и я очень рад, что нас становится все больше и больше. И да, обязательно смотрите ролик до конца, в конце тоже кое-что будет. Ого. Но сейчас без лишних слов, садитесь поудобнее, несите чаек, кофе, покушать, а мы с вами смотрим спонсора и начинаем. Киберарена.про. Здесь качают скилл, выполняя задания и тут же получают награды. Играй как обычно, получай призы за победы и выводи в Steam, Kiwi и RidePoint. Или покупай товары от наших железных партнеров Aorus и E2E4 Online. Вступай в клан к топовым блогерам или создавай свой и сразись с тысячами игроков. Регулярные розыгрыши для всех пользователей даже без подписки. Киберарена.про. Потей в каждой катке и играй с удовольствием. Регистрируйся по ссылке в описании, играй бесплатно и получай подарки. Первое на сегодня видео из какого-то паблика в ВК и то, что на нем происходит, меня довольно сильно удивило. Итак, давайте его посмотрим. На нем два чувака сидят за камнями и обмениваются гранатами. И казалось бы, летящая хаешка вот-вот взорвется, но герой видоса привстает и отбивает гранату головой. Если такое и правда можно сделать, просто привстать и отбить гранату, то это настоящая имба. Поэтому показываем видос Артему и погнали разбираться. Когда подглядывать можно? Ну, все, давай, раскрывай подарок. Раскрывай подарок. Ого. Вау. Я думаю, такое реально повторюсь. Можно я скажу слово ниггер? Нет. Куда падаем? Да давай куда-нибудь уже упадем. Давай. Болново. Волново. Ааа. Давай товар. 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 Это же помойка. Да нет. Давай волнува. Давай волнува. Волнува. Ну давай волнува. После этого мы начали лутаться и собирать все гранаты подряд, чтобы как следует этот эксперимент проверить. И спустя минут 10 мы уже были готовы. Так, ну я думаю, нам хватит уже гранат. У тебя есть осколочная хоть одна? Нет, одной нету даже. Вот нам бы одну осколочную еще и все. О, нашел, нашел. Ну что, давай. Голову мне. Ну пойдем найдем камень какой-нибудь. Да зачем? Может мы здесь прям. Похоже, да? Типа за этим преградом. Типа у меня такой идешь. Идешь, я такой. Не, надо именно вот отсюда. Из каких-нибудь преград. Давай тогда, вот ты сюда вставай. За эту штуку. Давай. А ты, подожди, ты присядь. Ты должен, типа, встать и отбить. Окей. Так, я кидаю. Ой. Она сейчас отбилась, типа, от головы? Ну, от тела. Так, давай еще раз. Ты привстань, где ты будешь. Да и давай здесь. Давай. Так, привстань. Ага. Все, кидаю. Давай. Ну, ле, Коля. Сейчас, сейчас, сейчас. Ебать. Ты меня заслепил прям нормально. Тупо в тебя откинул. Офигеть. А ну-ка еще разочек. Че за лайфхаки, Артем? Закинул. Давайте раз. В коллапжи себе. Гзонат откидывает шуку. Давай осколочный теперь. Привстань-ка. Ага. Так, кидаю. Все. Четко. А у тебя есть что-нибудь? Ой. Ой. Давай за преграды. Ля какой. Как? Так. Имба. Ну-ка, давай сковородкой попробуем, как отлетится. В смысле, сковородкой. Ну, насколько? Походу, ну, от головы дольше, чем от сковородки отлетает. Ну-ка, сейчас, стой на месте. Давай, куда-нибудь сюда. Давай. Не, ну, примерно одинаково. Если я отбить, попробую. А ты не сможешь. Ну, хорошо, такой вот лайфхак, да? Вот такой вот. Вот такой вот полезный, не фейк. Так что, как видите, это и вправду рабочий способ. Если граната летит на уровне вашей головы, то можете попробовать вот так вот ее отбить. Ну и, как я сказал, ролик абсолютно не фейк. Идем дальше. Следующий видос из какого-то бразильского инстаграма. И, думаю, по превью вы уже поняли, что там будет. Итак, смотрим. На видео все просто. Чуваки каким-то образом затащили лодку на мост. Перевернули ее боком. И таким способом укрылись от засады на мосту. Также я видел подобное в одном из мемов. Так что, видимо, сейчас это такой популярный тренд. Ну и давайте проверим, насколько реально сделать такое укрытие. И вообще, помогает оно или же нет. Но сначала ролик заценит Артем. Ой. А как так? А зачем, главное, вы просто, зачем это делать? Типа, чтобы прикрываться на мосту от засады. То есть они толкают лодку и... Их убить из этого не могут. Это просто... Жопа какая-то. Понять могу зачем. Ну пошли. Ну пойдем. Так, подождите, какой мост был? Левый или правый? Правый, да? Левый. А, точно? Направо, там пирс рядом. И, типа, никак лодку не притащишь. А, ну окей. А слева можно. Так, ну смотри, нам надо как? Наверное, сначала найти две машины, да? Да. Потом лодку. Нам бы лодку найдем. Да, давай так. Так, я нашел лодку. Сейчас буду выталкивать себя. А зачем ты это мышь? Мы еще не доехали. А куда домос? В смысле, до того. Ну, который возле... Слева, который, а не справа. На том мосте записывалось. Так ты левый или правый как определяешь? По Сосновке, типа? Да. И нам налевый надо? Нам направо надо, если смотреть по карте. Да, блин. Так, подождите, ты какой мост был? Левый или правый? Левый. Лайк, если ты хочешь, чтобы Рено Логан добавили в так. Тут с какого берега лучше подплыть? С левого или с правого? Мне кажется, слева... С левого, наверное. Да, да. Побыстрее будет. Вспоминаются бывшие времена, как на Мирамаре сейчас толкали лодку до другого берега. Это было, да. Так, ну давай, встой, подпыжи. Бля, сейчас перевернется. Давай задом я сейчас потолкаю. Давай ты первый, а я за тебя пристроюсь. Конечно, ну сзади меня, с чему? Ну и дальше мы начали толкать. Надо подвинуться, ты. Ну и что, кстати, вполне комфортно толкается. Можно даже успеть, пока там тебя не заметили. Он так странно пытается перевернуться. А, ну давай. Бля, так и знал. Не, ну если честно, то в обычной игре, конечно, такое делать как-то... Да, это будет вообще очень непрактично, да. Просто расстреляется, да? Там 10 раз придет какой-нибудь Ваня с автоматом и пиздец вам. Да, Ваня пугать же 2002. Ой, сука. Че с... Нормально так. Нормально. Так, ну, считай, вот все. Да я могу, кстати, мотоцикл взять, если это... Чтоб более реалистичным было. По канону? Ну, конечно. Там и баги, кстати, есть. Вон, смотри, дальше. Не хочешь? Давай сейчас. Интересно, как они ее перевернули на бок так ровно и начали толкать. Я думаю, это нереально. Так, я еще раз присмотрю. Я думаю, мне со всей стороны сейчас надо в нее облететь. Я забагаю с текстурой, и она взорвется. Вот что будет сейчас. Проверяй. Ага. Ага. Ну да, надо еще с на бок туда перевернуть, на ту сторону. О. О, давай, давай, подхватывай. Подхватывай. Что это такое? Давай с той стороны. Поворачивай ее, чтобы она не улетела. Ты че наполовину торчишь из нее? Ну, ты тоже нормально так застрял там. Не, ну слушай, в принципе, нормально. Ну да, в реальной катке так проверишь. Ну это, конечно, в реальной катке безумство какое-то. Далее мы решили дотолкать лодку до середины моста и там ее взорвать. Ведь на видосе она взрывается и никакого урона игрокам не наносит. И вот что из этого вышло. Интересными вещами занимаемся. Да. Ну вот если даже так толкать, то все равно, видишь, у нас не видно. То есть по нам не будут попадать. Ну ничего тогда, нормально. Ну нормально. В карточке такой, докатал тут. Вот даже я, в принципе, один могу так взять и вот подталкивать ее так. А попробуй теперь издалека вот по ней шмальнусь, и она взорвалась. А, ну то есть смотри, вообще по барабану. Она взрывается, я могу дальше ехать. Ха-ха. И че с ней на крыше? Ха-ха. Ой. Я люблю эту игру. Что это что? Это что? Как? Давай обратную вытутку. Давай. Такое вообще возможно? Она прыгать начинает. Нормально. Нормально. Вот, кстати, да, с помощью перила можно ее перевернуть на бок вот так вот. Если че. Вот так вот опирается и все, и ложится нормально. Так что ты как думаешь, вообще вполне рабочий способ? Ребята, этот способ говно. А почему? Ну, как бы, катки, если вы такое делать будете, то вы займете топ-1. Да, да. Так что способ тоже вполне себе рабочий. Правда, дотолкать лодку туда и перевернуть, мягко говоря, не легко. Но все же, видео не фейк. Если вы с командой совсем уж отважные, то дерзайте. А мы переходим к мобильному памгу. Ну, а последний на сегодня ролик, это снова эпичный трюк от китайцев. И давайте его посмотрим. На видео, чувак, используя мотоцикл и какой-то баг залетает на крышу и спасает своего тиммейта. Причем делается все это очень быстро. И, конечно, такой трюк надо проверить, фейк это или же нет. Узнаем экспертное мнение Артема и проверяем. Это жесть, ребята. Эй. Я хочу на фул включить. Ну, понятно, очень интересный контент. Я думаю, это не фейк, мы проверим это сейчас. А как мы это проверим? Ну, ты будешь стоять наверху, а я пробую туда залететь. Так что давай, наверное, дропимся где-то, 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 ну, около школы, наверное, чтобы не париться. Там, я думаю, будет мотоцикл хоть один. Падай нам сразу в общагу, на крыше жди. А я поищу пока мотоцикл. Хорошо. Так, а там у Челика был двухколесный или трехколесный? Двух. Двух, окей. Тут просто трех. Без разницы. То есть я просто должен стоять, а ты типа пролетаешь и башню меня ломаешь. Я типа да, прилетаю и спасаю типа тебя от кого-то. Так, ну все, я понял, принял, осознал, как это делать. Сейчас попробуем. Давай, я наверное, залетаю, давай, давай, давай. Давай, давай. А сейчас я только подъезжаю, подожди. Так, все, я еду. Я еду, готовься. Давай, давай, я готовлюсь к меня. Ай, Сеникс убивают. Ты готов? Да, 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 я готов. Ой, 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 ой. Так, чуть-чуть скосил. Сеникс не помог меня, ай, ой, ой. Тут все-таки надо двухколесным этот цикл, потому что трехколесный тут на кочках улетает вообще непонятно куда. Что-то никто не нападает. Представим, что напали на меня очень больно. Ну давай, как будто тебя там вырубают уже, а я вот лечу на помощь к себе. Давай. Так. Ай, ай, вырубают, Сеникс, как? Сеникс едет. Помоги. Сеникс едет. Ой, Сеникс, помоги. Ой, больно в ноге. Блядь. Поломался, еб... Я в окно куда-то залетел. Это как-то так. А вот так вот лежу тут-то. Опа. Опасно, опасно. Сейчас реально придут меня бить. Да, короче, подними меня, давай ты попробуй. Ты дома, ты дома? Ты дома, ты дома? Да. Ты дома, ты дома? Я дома, я дома. Ты дома, ты дома, ракакушенька. Ой. Ого. Ля как. Спасай, спасай, там че... А, это ты стрелял нифига? Это я по тебе послушаю. Найс. Ну, как бы с первого раза, как всегда, Артём, да, да. Похвальим Артёма. Ой. Мои попытки особо успехом не увенчались, а вот Артём повторил трюк с первого раза. Так что ролик не фейк, и можете пробовать такое в катке. Уверен, что если у вас получится, ваши тиммейты очень удивятся. Ну, а сейчас, как я и обещал, мы скроем с вами бутылку с вином, которую прислали разработчики паблира. Я, конечно, не знаю, получится у меня её открыть или нет. Сейчас проверим. Так, мы сейчас это всё аккуратненько сделаем. Так, что вот это за... А, всё, я понял. Так, тут у нас обзор, значит, на открывашку. Вот такая вот у нас тут штука есть. Я же надеюсь, она сейчас не ёбнет вверх, да? Будет как-то обидно. Вот перед монитором её открыть. Так, тут у нас нарисован, видимо, я, да? По всей видимости. Так, ну и какой-то товарный знак. Окей. Возможно, даже... Ого! Ааа! Виновку... Это всё-таки не вино, а шампанское, да? Чё-то непонятное. Ну, мне понравилось. Хорошая. Здесь больше такого не пришлют. Да, как я и обещал, мы его открыли, но пить я его не очень хочу. У меня гастрит, как бы, ну, вы понимаете, да? Так что спасибо всем ещё раз за 500 тысяч. Я извиняюсь, что не заснял прям на 500. Немножко не успел. Вы слишком быстро набрали эту цифру. Но всем спасибо. Люблю вас, пацаны. Всё, всем пока. Люблю вас, пацаны. Люблю вас, пацаны. Люблю вас, пацаны.